Осознание того, что в любых обстоятельствах я стою светом и любовью. Точка возвращает мне ощущение себя. Я чувствую энергию, искры света в сердце своем. И я осознанно направляю внимание на эту точку света и погружаюсь в нее своим сознанием. И я ощущаю, как реально на физике начинает гореть мое сердце. Ощущаю, как усиливается жар и пробуждается память. Память мудрости. И приходит понимание и осознание того, что я могу стать и являюсь, становлюсь тем, кто я есть в действительности. Приходит понимание, осознание, единство, мысли, слова и действия. Осознавать то, чего желаю и к чему стремлюсь. И выбираю это из всего созданного тем, кто есть на самом деле. То есть я раскрываю осознанность и мой разум, мой интеллект, ум материи гармонизируют в единстве сознания моего духа. И я понимаю, я человек, я понимаю, пока я чего-то хочу, я ожидаю. Я приобретаю опыт ожидания. Как только я выбираю внутри себя, какую часть себя я хочу проявить, и называю это, ну, как пример. Я хочу проявить в себе ту часть себя, которая осознанно проявляет изобилие света, любви, счастья, радости в физическом мире. Ну, скажем так, я выбираю быть счастливой, самодостаточной. Вот, у меня уже есть, я в этом нахожусь. И я уже это имею, потому как я выбрала. Мысль созидательна, и мысль желания, какой-то вещь является моим заявлением во Вселенную. Хотя теперь у меня приходит понимание, что это все. Так, моя реальность, моя жизнь, созданная моими мыслями, желаниями. Ой, интересно, это был 2001 год. Я есть свет, любовь. Я выбираю и создаю пространство любви и гармонии, наполненное изобилием. Безусловно, любви, теплоты, счастья, радости, гармонии, творчества, смеха, веселья, доброжелательности, милосердия, сострадательности, великодушием, пониманием, наполненное красотой и всеми духовными и материальными благами. Я есть во мне. Я обращаюсь во внутрь себя к своему сознанию абсолютно, что проявляет себя во мне человеке как дух жизни любви. И я заявляю, я хочу познать этот аспект, проявить, материализовать и сделать то, ради чего воплотился этот новый аспект меня, несущий в себе энергии тринадцатого луча. Тринадцатый луч – это завершение богореализации и переход в другую октаву. В бессознательном, непроявленном начале, начал нашей материи, вообще материи планеты Земля и в телах человеческих, скажем, в едином физическом эфирном теле произошло наполнение светом, безусловной любви всех уровней, нежити, нежитейской. Там двенадцать подпланов. И с этого момента, с декабря месяца, на физике начала проявляться энергия, способствующая проявлению новой энергии, порожденной соединением очищенной энергии уровней, всех двенадцати уровней нежитей, нежитейского слоя материи нашего, бессознательного начала, начал. И когда соприкасается с сознанием человека, происходят химические реакции, рождается новая энергия. И вот при помощи этой энергии, новой энергии, нового видения, проявляется энергия материализации безусловной любви и в виде энергии денежного эквивалента каждому по его мыслям, убеждениям. Так, и что дальше? А вот так, нет. Это именно... И задача. Единое поле или единая матрица, или это как еще назвать. Создается новая матрица. Нейронная связь. Нейронная связь, которая образовалась в материи, в нитях ДНК, на глубинном уровне. Я своим умом не особо понимаю, но я просто передаю. А нейронная связь под воздействием мутации клеток в результате введения чужеродной энергии, инфекции, инъекции. В результате этого в клетках тел человеческих, принявших в себя этот яд, причем по доброй воле, они осознанно решили принять участие в этом эксперименте. Одни осознанно, ну, в принципе, все осознанные, но на очень таком высоком глубинном уровне. И на физике, конечно, мотивация шла, основанная на других убеждениях. Но суть сейчас не в этом. Вот смотрите, что происходит. Создаётся новая нейронная сеть. Сеть на клеточном уровне, а в нитях ДНК. И она создаётся для того, чтобы нейтрализовать воздействие мутации в клетках, отделяющих сознание клеток от их духожизни внутренних. Духожизни и любви. То есть жизнь. И дальше что? Пазлы, пожалуйста, ещё. Лиза Гудкин, директор по образованию продуктов. Она вкладывает в эти продукты энергию своих намерений и желаний, основанных на чистоте этих продуктов. То есть таким образом создаются вот эти созданные продукты. Они наполняются энергией создателей. Идёт воздействие, вкладывается программа. И когда человек употребляет этот продукт, ливый год, или как там произнести, то что происходит? Он вместе с этим продуктом даёт своим клеточкам энергию, способствующую растворению тех ингредиентов, порождающих мутацию в клетках. Да? Да. Начальные четыре человека. Вот эти. Бен, Лиза, кто там ещё? Рен. И забыл ещё один там её муж. Они их... Это интуитивно-сострадательный уровень они создали. Значит, их серафимы, огненные существа, они объединились... Высвобождены все... Интересно. Так. Значит, четыре первосознания, они объединились и создали пятую энергию, пятый элемент. Этим пятым элементом является безусловная любовь. Это и есть та энергия, тот ингредиент, который в субтильных уровнях вкладывается в матрицу создаваемых продуктов. Причём даже эти продукты достаточно тем, кто понимает, осознаёт, подержать в руках. И если в них не была активирована энергия нейтрализации ингредиентов, мутаций, то это произойдёт. Ой, Боже. Что дальше? Вот я поняла. Значит, задача предназначения. Вот это всё создано. Вот это новое поле, новая нейронная сеть создаётся из тех наивысших аспектов душ, находящихся в человеческих телах, создаётся единой энергией служения, способствующей переходу материи в другую октаву. То есть это всё то, что говорилось. Переход пятой измерений, шестой, седьмой и так далее. Вниземная цивилизация, внеземная цивилизация, которая появилась здесь... Ой, как она начала болеть? Так, это... Ну, я... Так. Я слышу, я чувствую, я чувствую. Да, да, пожалуйста. Да. Пожалуйста, назовите себя. Назовите себя, пожалуйста. Орион. Орион. Да, знаю. А, созвездие Орион. Я чувствую, я принимаю, так, аспект. Проявляющий себя... Так. Это Лера. Лера. Или это Деза? Нет. Нет, там другое. Пожалуйста, еще конкретнее. Дальше дайте развертку. Созвездие Орион. Какой из его... Аспектов. Ой. Все. Все, 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 все. Я чувствую то, что чувствуешь ты. Аспект. Энергетическое, космическое существо. Имя твое. Имя твое. Назови свое имя. Имя твое. Я не могу иначе тебе помочь. Пожалуйста, имя твое. Имя. Имя твое. М-м-м-м. Ищу, пожалуйста, я. Ну-ир. Ну ладно. Имя твое. Имя твое. Энергетическое существо. Но-и-р. Но-и-р. Но-ир. Хорошо. Ты курируешь. Эгрегор этого. Лива года. Лива года. Ты являешься куратором. Для чего создается эта новая нейронная сеть? Для чего объединяются? Мне нужно намерение, наивысшее намерение. Пожалуйста. Поняла. Помощь с нашей стороны. Нейтрализация эмоциональных блоков, находящихся в подсознании тех человеческих форм, что будут вливаться и входить в эту систему нейронную связь, создающую новую энергию, нейтрализующую ее, мутацию в нитях ДНК.